Физкульт привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Сегодня хочу немножечко поговорить про ГМО, генно-модифицированные организмы. ГМО, генно-модифицированные организмы. Такие просветители науки, как Панчин тот же, который просто и с научной точки зрения обоснованно рассказывает, почему это не вредно и не опасно. Это знаете, насколько смешно? Это смешно настолько, когда на баночках, на бутылочках с растительным маслом пишут, что не содержит холестерина. Я думаю, что вы понимаете, да? Холестерин только в животных жирах содержится. И когда вы видите, на ваших банках покупают тоже подсолнечное масло, что не содержит холестерина, но это как минимум просто нас за идиотов держат. Точно так же непонятно, почему это уже другой вопрос. Везде так сейчас выгодно писать, что не содержит ГМО. Я так думаю, что связано это в первую очередь, конечно же, с тем, что очень выгодно становится продавать якобы натуральные продукты. Почему говорю якобы? Потому что, живя в Америке, я здесь вижу различные натуральные продукты. Прямо написано, тоже молоко натуральное. Но наливаешь это молоко, и оно днями стоит, не портится. И про ягоды, и так же, и про яблоки. И поэтому я задаюсь вопросом, а что же тогда они считают вообще теперь натуральным? Вернемся к ГМО. Многие пугаются вообще этого слова, просто даже не разобравшись, что это такое. На самом деле, ведь раньше никто никогда не боялся селекции, да? Помните, что такое селекция? Но если сравнивать с селекцией и ГМО, то вы должны понимать, что селекция на самом деле, если сравнивать с ГМО, это как стрельба из пушки по воробьям. А вот как раз таки, что касается... Там тоже могу проехать? Да. Что касается генномодифицированных организмов, то здесь нет. Здесь как раз таки это будет стрельба по тем же воробьям, но уже из снайперской винтовки. Объясню. Селекция это просто берут, соединяют что-то и смотрят, что из этого получится. Понимаете, да? Хорошо получится, значит хорошо. Что-то плохое получается, значит нет, по-другому соединяют. Генное модифицирование это как раз таки, когда делают исключительно хирургическим путем, если хотите, то, что нужно. Нужно, чтобы, к примеру, картошку не жрал этот колорадский жук. Убирается именно то, что привлекает этого жука к картошке. И это неплохо, друзья, это никак на вас не влияет. Совершенно никак. Наоборот. Ведь когда мы рождаемся, мы передаем гены друг другу, да? ДНК тоже. Вот у каждого организма живого, будь то человек или животное, или даже растение, происходят мутации. Так вот, если хотите, генная модификация это такие вот полезные мутации, которые можно даже, я бы их назвал, эволюционными. Почему? Потому что с помощью этого происходят улучшения и для нас, людей, которые пользуются, к примеру, продуктами с ГМО, и для сельскохозяйственных культур, и вообще для экологии в целом. Вот обычный простой пример. В России недавно, по-моему, даже вот Камикадзе рассказывал у себя. Взяли, потравили одно поле пестицидами. А чтобы вы понимали, пестициды это реальная угроза вообще для всего живого. Но тем не менее, никого не пугает, да, что вот травят там то или сё. И вот потравили одно поле, а там, на этом поле, очень много было пчёл. Очень много пчёл, соответственно, было много пасечников, которые занимаются этими пчёлами. Естественно, как в нашей стране всегда бывает, никого не предупредили, никого не интересует, всем всё пофигу. И все пчёлки вымерли. Естественно, пасечники разорились. Во-первых, вред экологии. Во-вторых, разорились люди. В-третьих, умерли бедные пчёлки. Но, друзья, если бы это было применено к ГМО, то есть, к примеру, для чего же это там пестициды распыляли? Для того, чтобы эти посевы не жрала там какая-нибудь тля, скажем, да. Но ведь можно было просто на генетическом уровне убрать, скажем, тот ген в ДНК, который в той или иной сельскохозяйственной культуре привлекает того или иного жучка. И всё, проблема решена. Решена очень и очень просто. ГМО никоим образом нету ни одного исследования, тем более доказательства, которое бы выявило вред для человека. Но никто из вас не бьёт тревогу. Сейчас современное фермерское хозяйство выращивает цыплёнка за 2-3 недели максимум в курицу, когда в природе для этого нужно 3 месяца. Задумайтесь, как это всё делается. Естественно, используются антибиотики, естественно, используется гормон роста. И вот есть, употреблять в пищу такое мясо, неважно, это будет мясо рыбы, птицы или животного, вот это наносит огромнейший вред нашему с вами организму. Реально, вы не представляете, на уровне ДНК там меняются, происходят мутации, которые будут, как вы понимаете, очень негативно сказываться на вашем здоровье и на здоровье вашего потомства, если вы планируете, конечно, иметь детей. Поэтому, когда вам говорят о вреде ГМО, задумайтесь об этом. Это просто смешно, потому что ГМО – это благо. Особенно, когда во многих странах не хватает той же еды. Но это уже другая тема. Или, вот, к примеру, пугают всех к глютенам. Чтобы вы понимали, глютен не воспринимается у людей по всему миру в процентном соотношении у одного процента населения планеты. Можете себе представить? То есть, если вы будете принимать продукты с глютеном, то какой-то вред может получить или негативный опыт только 1% населения. Кто-то скажет, но это же все равно 1%. Да, друзья, но знаете, сколько в процентном соотношении может навредить даже лактоза? Просто для сравнения, чтобы вы понимали. Это 5%. 5%. Но никто не бьет тревогу, да, что там молочку, чтобы никто не употреблял. А на глютен все набросились. Поэтому нужно хотя бы немножечко, тем более в наше время, когда информация открыта, доступна, смотреть. Смотрите людей, которые разбираются в этом, которые могут вам гораздо более качественно, разумно, чем я, объяснить это все. Я вам просто на таком бытовом уровне объясняю, что ГМО не вредно. Кстати, даже холестерин не вреден. Холестерин, друзья, это просто необходим нашему организму. Холестерин сам организм вырабатывает. Холестерином выстрелены внутренности наших легких. Без холестерина никаких гормональных процессов не будет происходить. Особенно у мужчин. И современная медицина однозначно говорит, что низкий уровень холестерина в организме гораздо вреднее и опаснее, чем высокий. Просто, чтобы вы понимали, еще один миф, что неважно, какой у вас уровень холестерина в организме, атеросклертические пляшки все равно будут появляться. Потому что это основная функция холестерина. Залечивать, скажем так, заупоривать поврежденные сосуды. А вот почему ваши сосуды повреждаются? Вот это уже вопрос. И холестерин к этому не имеет никакого отношения. Так что, друзья, питайтесь, восстанавливайтесь, высыпайтесь, тренируйтесь, развивайтесь. И все у вас будет хорошо. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик и поделиться в своих соцсетях этим видео. Всем пока. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok